The Emperor has been expecting you. Ни на красочные имена, ни на большие дома, живя, как это и полагается, простым трудягам, в общежитиях подобны сардинам в банке. Да и вообще, если говорить прямо, то мы точно не знаем его имени, поскольку для наших ушей все геоназианские звуки звучат практически одинаково, не говоря ещё о том, что по словам Джорджа Лукаса, язык геоназианцев представляет собой смесь звуков, издаваемых пингвинами при спаривании и криком австралийских лис. Как бы то ни было, для удобства мы его будем называть так, как называл его Эзра – Клик-Клак. Поскольку жители планеты Геонозис в своей сути были насекомоподобными существами, изменить касту в их обществе было крайне трудно, хотя всё-таки даже среди них были исключения. Такие как, к примеру, Поголь Меньший, который при рождении был представителем одной из низших каст, а потом смог с помощью интриг заполучить себе кресло герцога, а затем им и правителя целой планеты, причём не просто планеты, одну из важнейших планет всей конфедерации независимых систем. Впрочем, в этом плане судьба не обделила и Клик-Клака. Несмотря на своё низкое происхождение, Клик-Клак получил огромную честь – охранять яйцо будущей геоназийской королевы после того, как Империя истребила большую часть его сородичей. Причём тут стоит указать, что подобная честь ему была дана не за какие-то великие заслуги, а просто-напросто за то, что он был единственным выжившим геоназийцем своего региона, а может даже последним представителем рода геоназийцев во всей галактике. Геоназийцы из рабочей касты были очень умелыми инженерами и мастерами по работе с металлом и камнем, и поэтому было неудивительно, что после ухода Империи из геоназиса Клик-Клак организовал в своём логове настоящий, если можно так выразиться, мини-Вьетнам с опасными подземными лабиринтами и боевыми дроидами, поджидающими на каждом шагу. Однажды на геоназийц прибыла команда повстанцев во главе с Согерерой, которые, не зная о случившемся, решили исследовать местные пещеры. Что ж, по всей видимости, это решение оказалось для них последним. Из всего отряда до зубов вооружённых наёмников выжил лишь Согерера, а остальные повстанцы, искавшие на пустынной планете улики, которые можно было бы использовать против Империи, нашли в её недрах лишь мучение и смерть. Не отчаиваясь отомстить, Со долгое время вродил по коридорам пещер, чудом избегая огня Дрейтек и боевых дроидов, а через некоторое время члены отряда Призрак вместе со старым знакомым Со, клоном-капитаном Рексом, спасли раздражённого бойца Сопротивления, а затем эвакуировались с планеты, оставив Клик-Клака в её недрах. Не владея основным галактическим языком, Клик-Клак во время встречи пытался объяснить отряду повстанцев суть происходящего и рассказать о том, по какой причине Империя истребила геоназийцев. Но все его усилия оказались тщетны, а для Согерера журчание и писк Клик-Клака так и вовсе было не более чем раздражающим фактором. Со, находясь в ярости, хотел уничтожить яйцо, но повстанцы остановили его. В конце концов, из яйца вылупилась новая королева, которая стала известна как Карина Великая, что может быть намёком на то, что она родственница той самой Карины. Да нет, не этой Карины, а вот этой, появлявшейся в сериале Войны Клонов. Впрочем, рождение Карины ещё не означало возрождение всей расы геоназианцев, ибо не имея Трутней, та просто не могла оплодотворить свои яйца, и по всей видимости, именно поэтому она сделала из себя киборга, направив свой материнский инстинкт на производство и уход за роботами. Где в это время был Клик-Клак уже неизвестно, возможно он таки стал Трутнем и помог какой-нибудь другой королеве родить миллионы детей. Но, может, раса Геонозиса погибла вместе с ним, оставив планету в управлении сумасшедшей королеве-киборгу. А что вы думаете, увидим ли мы Клик-Клака где-нибудь ещё? Ну а что, вполне себе неплохой союзник выходит для сопротивления в восьмом эпизоде. Эх, ладно, что-то я опять размечтался. Дисней, делайте что угодно, только пожалуйста, не испортите сюжет восьмого эпизода. Ну а на этом наше видео подходит к концу, и для нас самое время подвести итоги мини-конкурса. Итак, последним человеком в секции комментариев, коммент которого не набрал ни одного лайка, стал Михаил Паулянов. Довольно странный комментарий, но порой даже такие побеждают. Вот так вот. Ну а раз уж мы подвели итоги, то давайте прямо сразу и начнём новый конкурс. На этот раз победителем станет не человек, коммент которого не набрал ни одного лайка, а наоборот, человек, чей коммент набрал больше всех лайков. Ну и конечно, если видео тебе понравилось, то не забудь, пожалуйста, поставить лайк и написать комментарий, а может даже несколько комментариев, чтобы тем самым помочь мне в создании новых видео. Ну а если ты на моём канале в первый раз, то подпишись, а также знай, что у меня есть группа ВК, в которой собрались самые продвинутые фанаты самых различных фантастических вселенных, объединённые желанием узнавать самое интересное из мира фантастики и фэнтези. Доброго тебе дня и большое спасибо за внимание к этому видео. Я всегда буду рад видеть тебя в моей группе ВК и на своих стримах. Спасибо за просмотр и, как говорили древние, пусть сила идёт с тобой всегда.